Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дедушка! Борода мне не из ваты, дорогие друзья, а из синтепона, поэтому ваши дурацкие шутки прошу встать по себе. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие господа! Мы сегодня из долечья к вам приехали сюда. Из великого Устюга, нет, вернее из Устюга, принесла сюда нас в юго, принесла нас к вам пурга. Сквозь заторы и метели, пробки, кризис и мороз, мы с Негуркой летели, как чугунный паровоз. Нас вообще-то ветер нес. Да, принес, друзья, наш ветер, он теперь за все ответит. И за кризис, и за пробки, и за цену на бензин, и за то, что тормозим. Давайте, братцы, вместе вспомним уходящий год. Там всему хватало места для веселья, для забот. Было там не тралевали, там мы с вами выбирали. Сами знаете кого, ну и выбрали его. Были там другие люди, но о них всерьез не будем. Этот лыжный Дон Жуан, тот Газавсель Пасурман, и Денадий наш Андреевич, тот, что правду матку бреет. Что еще? А, большой футбол, с ним который год прикол. Сколь бабла туда не теньте, нам забьют по гланды гол. В общем, в теле крыбовались, как испанцы всех на кол. Да, не зря товарищ Сталин столько там истратил стали. Помогал он, помогал, вот и бьют они врага. Вот такой, но пасарант прямо с самого утра. И, конечно, в этом годе, да при всем честном народе, одному министру крепко отдали прям по табуретке. И на радость людям всем вывезли его гарем. Посчитали, прослезились, славно девки потрудились. Министерство обороны столько нанесли урону, что любой заклятый враг вряд ли смог бы сделать так. Да, ж покойному осаму далеко до этих самых довели колебных дам, учинивших стыд и срам. Да, что ж, товарищи мои, наступает год змеи. В змеи, скажу вам сразу, особливости свои. Ну, во-первых, сей предмет в кожу тонкую одет. Пусть не очень крокодила, страшных зубей все же нет. Во-вторых, змеиный яд помогает, говорят. Нет змеи, пойдет и теша помогает. Ее многие хотят. А змеиная любовь так волнует нашу кровь. Правда, некоторых душат, но они согласны вновь. Горозей же, мой друг, подойдет змеиный круг, будут новые победы, по команде они вдруг. Кризис минит стороной, в будний день и в выходной, потому как царь Владимир правит нынче, правит вновь своей страной. Он мздоимцев победит, их в тюрьму припроводит. Этих коррупционеров уничтожит, как подвид. А московский славный мир, он для нас, для всех пример, побеждает наши пробки вон на западный манер. Вот теперь свободен путь, можно было бы газануть, только камеры повсюду, их никак не обмануть. Поздравляю с Новым Годом и желаю вам, друзья, чтобы была работа медом, а не тем, что есть нельзя. Я не могу. Такое впечатление, что в противогазе. Мне просто было подготовлено новогоднее поздравление советскому народу. Дорогие мои друзья, я хочу искренне вас поздравить с Новым Годом, особенно коллектив нашей орбиты, замечательные девчонки, помашите нам руками. Я хочу сказать, что наступающий Новый Год, он не високосный, слава Богу. Поэтому, наверное, станет полегче. Хотя по гороскопу Год Змеи первая половина будет для некоторых знаков не очень хорошей. Для раков, например, и так далее. Хотя вторая половина обещает какие-то фантастические совершенно изменения. Мы с Михаилом Владимировичем будем в Кремле выступать, на нашем сольном концерте. А вообще, конечно, я хочу вам пожелать, дорогие друзья, еще раз, я этого не встаю никогда говорить, терпение и оптимизм – главные качества русского человека. Потому что все остальное мы украдем, или нам помогут, или купим, или что-нибудь еще придумаем, или обойдемся без этого. Потому что нафиг оно нам. Не сдуревший от вольного воздуха, Не желая накликать в виду, Только знаю, не будет мне роздыху В этом новом идущем году Будет время плеваться заботами Не по очереди, а гурьбой. Подари мне дело беззамотанному Хоть на каплю остаться собой Хоть на каплю остаться собой Не дари мне восторги пьянящие Кипяченое грез молоко Помоги пережить настоящее Чтобы завтра потрогать рукой Если можешь, порадую об новую Чтобы к празднику баловать глаз Подари ты мне день неленованный Или хотя бы один только час Или хотя бы один только час В небе стянутом серыми тучами Голубую полоску зари Подари мне надежду на лучшее Утро краешек мне подари Не везение, чахлое деревце Не победу в жестокой войне Повод мне подари, чтоб надеяться Относящийся только ко мне Относящийся только ко мне Не сдуревший от вольного воздуха Не желая накликать беду Только знаю, не будет мне роздыху В этом новом идущем году Будет время плеваться заботами Не по очереди, а гурьбой Подари мне делами замотанному Хоть на каплю остаться собой Хоть на каплю остаться собой Хоть на каплю остаться собой Ну, дорогие друзья Выступление Нового года Дедушки Мороза Оно имеет три как бы стороны Первая сторона вот такая грустная, серьезная Песня была написана совсем недавно В 1991 году На днях, да, буквально Когда я обучался в академии имени Дзержинского Вот, и вот боевые товарищи Вторая песня, дорогие друзья На злобу дня, естественно Хочется, чтобы Настоящие русские люди, дорогие друзья Это те, у кого рот до ушей Даже если, извините, туда привязано Чугунное ядро Куда вы сами знаете, да И оно сзади волочится С грохотом по булыжнику Все равно рот до ушей Все остальные либо вымерли Либо живут в других странах С другими названиями Говорят на других языках Временно вагоннее Мягкое, пушистое С радостью всенароднее Сначала начнем, сейчас Я вот хочу, чтобы оно попало вот туда Время новогоднее Сладкое, пушистое Радость всенародная Добрая, душистая В Дед Мороз в шапочках Прыгаем и скачем Зайчки и лапочки И никак иначе Зайчки и лапочки И никак иначе Ёлки разноцветные Весело моргают Счастье беззаветное Людям предлагают Дорогие граждане К нам уже идет И приходит каждому И этот Новый год хлопает Двадцать тринадцать Будем улыбаться Двадцать тринадцать Засмеемся, братцы Двадцать тринадцать Радуйся страна Двадцать и тринадцать Полную до дна Двадцать и тринадцать Полную до дна Он придет к нам, граждане Новогодней ночью Их подарит каждому То, что каждый хочет Полотенца банные И чулки для леди Каждый флаг Зюханову А Путину медведя Женихам, всем девушкам Сталеварам плавки Бабушкам и дедушкам Пенсии прибавки Верности традициям Воинам квартиры Премию полиции А всем людям мира Премию полиции А всем людям мира Хлопаем Двадцать и тринадцать Будем улыбаться Двадцать и тринадцать Засмеемся, братцы Двадцать и тринадцать Радуйся страна Двадцать и тринадцать Полную до дна Двадцать и тринадцать Полную до дна Я эту песню люблю. Она дурная, конечно, но, как все остальное в нашей жизни, собственно говоря, все полную дана. Ну и хочется закончить. Красиво. Красивые девушки пришли сегодня. С цветами, вы видите, опять же, мне расстается практически с Михаилом Владимировичем. Я с цветами, он с коньяком. Кому на что учили? Я Мишке завидую ужасно просто. Мне нельзя коньяк, у меня с давлением прыгает. Да, продолжай. Ну а сейчас я хочу вам серьезно пожелать, дорогие друзья, хорошо встретить Новый год. Недаром говорят, как встретишь, так и проведешь. Потому что все-таки надо на себя время какое-то отводить. Я в этом году похоронил двух мне близких людей. Отец у меня сейчас совсем плохой. И еще раз почувствовал, когда прикасаешься к этой холодной стенке, которая называется жизнь и смерть, грань между жизнью и смертью. И ничего ты с этим не сделаешь. И тебе это все когда-нибудь, к тебе эта стенка подойдет. И просто есть замечательные вещи, которые позволяют нам жить лучше даже. Потому что простая мысль, что мы туда все попадем, она делает жизнь проще и лучше, на самом деле. Потому что какие бы ни были у тебя трудности в жизни и проблемы, все равно вот ничего пройдет. Как весело и шумно и непросто Мы прожили, ребята, этот год На синем небе зажигали звезды И по течению проводили плод И повторяли старые ошибки А новых все старались избежать И прятались за новые улыбки Прогулилась лезвием ножа Взлетали в небо Падали на дно И рисовали мелом на стене Давай откроем старое вино И новый звук отыщем на струне С Новым Годом вас, друзья, с Новым Годом Посмотри, какая ночь на дворе Рядом чистая строка Вот тебе моя рука В декабре В декабре И нас с тобой заслуженно венчали Сюжетом сообразно бытия То светлые везения печали То неудачи рваные края И наши перекрашивали строчки До снежных гор заслуженно вели Волшебной новогодней этой ночью Все дальше отрывая от земли Цветали в небо Падали на дно И рисовали мелом на стене Давай откроем старое вино И новый звук отыщем на струне С Новым Годом вас, друзья, с Новым Годом Русло тесное по имени жизнь И несет меня река на восход и на закат Удержись, только удержись С Новым Годом вас, друзья, с Новым Годом Посмотри, какая ночь на дворе Рядом чистая строка Вот тебе моя рука В декабре Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Здесь написано в лютые 90-е годы Когда нам в общем заплату выдавали Михаил Владимирович не даст собрать Но не часто и не полностью Поэтому возникали разные мысли в голове И вот эти мысли оформлялись в стихи Страдают люди Стоят заводы Вот демократии Лик ужасный Зовут Россию Спасать народы Под знамя красных Под знамя красных Зовут Россию Спасать народы Под знамя красных Под знамя красных Вот коммунятий Страну измучит Здесь снова лагерь Хотят заделать Вставайте люди Бегите кучей Под знамя белых Под знамя белых Вставайте люди Бегите кучей Под знамя белых Под знамя белых А стервенела Все рвут на части Страны уставшей Большое тело За непонятное Это счастье Арать за красных Вержать за белых За непонятное Это счастье Арать за красных Вержать за белых Уж так старались Уж так потели Я вышел утром На воздух свежий И тихо стало В мозгу идея Трусы различные А яйца те же А может хватит Нам думать глоткой И остальные Смешить народы Всем хватит места На общей лодке И с Новым Годом И с Новым Годом Хлопаем Всем хватит места На общей лодке И с Новым Годом И с Новым Годом Всем хватит места Тогда курс получился В подводной лодке И с Новым Годом И с Новым Годом Кошмак, извините Михаил Владимирович Остается мне спеть 4 песни И дальше наступит ваше отделение Вы готовы? Надо говорить Всегда это Наливай Я готов уже Наверное В 6-й год Дорогие друзья Я хочу сейчас Несколько песен спеть По поводу Потому что поводов Было в этом году очень много Во-первых 300 лет Академии Можевского В которой я учился И успешно закончил Во-вторых 100 лет русской авиации И конечно Я хочу сейчас Спеть песню Это будет считаться Третья песня Посвященная Всем нашим боевым товарищам Особенно Сережу Мельникову Замечательному человеку Который вместе с нами Продолжает Майки наши Наши песни Наши души Вот я совсем недавно Ездил в Перм И они Да И они Налив мне половинку Гад Это бесчеловечно С твоей стороны Это месть Мелкая месть Причем такая Знаешь Ну я понимаю Вот Дорогие друзья У кого есть Давайте Третий тост Выпьем Стой У кого есть Михаил Владимирович Спасибо Я не закусываю Спасибо Давайте Ребят Постанем Помолчим Секундочку За наших За всех Да Молчите Тихо Спасибо Спасибо Садимся Я хочу Вспомнить Одну из своих Таких Ранних Песен Сергей Николаевич Сажал 35-тонные Истребители На Полосу Железа Длиной 120 метров В общем Нужно было Зацепить Гаком Третий трост Между тросами Расстояния 10 метров Вот Посадочная Скорость 240 км В час Вот И очень хорош Фотография Ты видел Наверное Да Висит Вот там Там Как раз С гармошкой Есть фотография Где он В кабине Сидит С гармошкой Потрясающей Гармошкой Своей короткой Дорогой Толкнув Железный Пароход Взлетает Мельников Серега И самолет Его сухой Повыше Вверх Поближе К краю Где Кроме Неба Никого И солнце Близкое Играет На Мокром Блистере Его Паян Окно Почти Потрогав И Отыскавши Нужный Тон Выводит Авиа И мужиков Таких Как Мельников Серега И Мед Немного Корабельной Авиации И Мужиков Таких Как Мельников Синей Синей Птицей Что Всех Синей И Умней Которой Можешь Ты Гордиться В любой Заморской Стороне Над Нашей Жизни Безнадёгой Над Суетой И Чепухой Взлетает Мельников Серёга И Самолёт Его Сухой Желанно Очи Для Любой Серьёзной Нации Чтоб По Земле Шагает Собственной Дорогой Иметь Немножко Корабельной Авиации И Мужиков Таких Как Мельников Серёга Иметь Немножко Корабельной Авиации И Мужиков Как Мельников Серёга Вот Ну и Мне повезло Еще Меня пригласили Вот сейчас Было Совсем Недавно 65 лет Московского Вертолётостроительного Завода Что это Такое Дорогие Друзья Это Предприятие Сейчас Два Завода Осталось В России Которые Делают Вертолёт Это Миль И Сухой Это Милевский Вертолётный Завод Который Находится Значит У нас Под Москвой В Люберцах Значит Панки Станция Панки Или Станция Ну да Панки Да Вот Вертолёт Вообще Изобрёл Леонардо Да Винчи Говорят Ну вот Как бы В нашем Вете В прошлом Вете Точнее Сделал Игорь Иванович Сикорский Вот А Михаил Леонидович Миль Дружил С ним И вот Эта Классическая Схема По которой Сделан Вертолёт Ми-8 Самый лучший Вертолёт Всех Народов Она В полной мере Вот В этом Заводе Реализована Вертолёт Сделал Завод Точнее Сделал 30 тысяч Вертолётов Представляете 30 тысяч Вертолётов За всё время Своего существования В том числе Самый Мощный Вертолёт Ми-26 Который Везёт 20 тонн Либо Фюзеляжа Либо На подвеске Самый Массовый Вертолёт Около 17 тысяч Штук Сделано Ми-8 Дробь Ми-17 Дробь Ми-14 Вот Который Сейчас Вот В этом году 28 вертолётов Ми-17 Закупило Министерство Обороны Соединённых Штатов Америки Можете Поаплодировать Понимаете Да То есть Сикорский Белл Хьюз Потрясающие Совершенно Машины Вот Ну вот Они купили 25 вертолётов А на вопрос Фирмы Сикорского Нафига Папу Гармонь Сказали Что знаете Вот есть такая Страна Афганистане В которой Может быть И ваши вертолёты Хорошо бы воевали Но они почему-то Там воюют Хуже Чем Ми-17 И они закупили 28 наших Ми-17 С Казанского Завода Вот Это вертолёт Ми-24 Дробь Ми-35 Который Основной Боевой вертолёт Всех ВВС Всего мира Вот И В настоящее время Сделан вертолёт Ми-38 Который Установил уже Мировой рекорд По высоте 8600 метров Зависания Они поднялись Вертикально 8600 метров Столько лет Орт не летает Ни один В мире Вот Да И Да Значит Все остальные Летают Ниже Ниже Медленнее И вот Да И мне как-то Вот Человеку Который Не дострелял Своей жизни Хочется Естественно Написать Что-то такое Подражание Михаила Владимировича Великой песни Произвестное Железное чудовище Который Тоже считается Между прочим Лучшим БТРом Мира БТР-60 70 80 Ну Песня Посвящается Вертолету Ми-24 Конкретно Событием Произошедшим Происходящим Происходящим Во всех Странах Где воюют Не стреляют Не Давайте Сначала Лучше Про Ми-8 Спрою Ми-8 Вот Это Потрясающая Совершенно Машина Которая Самое Большое Количество Экземпляров В мире Которая Летает Везде Где Нельзя Летать Всем Остальным Которая Перевозит Все Что Нельзя Со всех высот Когда в Афганистане Шли Вот Боевые действия Там Статический потолок Ми-8 3000 метров Ми-8 МТ 3300 метров А там Стояли люди На высоте 4000 метров Они что Они делали Горку Потом Подпрыгивали До 4000 Цеплялись Носовым колесом За камень И сбрасывали Ногами Там ящики С боеприпасами Сухие Пайки Вот В течение Скольких Секунд Пока двигатель Молотят На форсаже Значит Вот После этого Их ногами И они падают В пропасть Метров на 500 Пока вертолет Пока вертолет Не начинает В разреженном воздухе Уже работать нормально То есть вертолет летит Вот так Ну медленно падает Потом на 3500 На 3300 У него значит Начинает уже там Он просыпается И летит горизонтально Вот То есть когда Гладенеральный конструктор Проехал в Афганистан Ему строевые летчики Показали свои приемы Которые меня не пользуют Для того чтобы Остаться в живых Он сказал Что извините Я ничего не понимаю В вертолетах Просто вот так Вот так вот Все было устроено Ми-8 Я бы хотел Чтобы эта песня Попала в интернет То что сделано в России Было сделано с любовью Белым снегом небо синю И горячей русской кровью Первый атомный реактор Первый в космосе полет Первый в мире Лунный трактор И вот этот вертолет Африканские салваны Антарктические льдины Он в любых далеких странах Был всегда необходимым Он летал где не летают Для его крутой судьбы Грань возможностей простая Просто чтобы воздух был Ми-8 Задачу выполнить свою Выносит Надежность, мощь и простота Ми-8 Полвека в боевом строю И бросить В кругу несущего винта Там, где мрачно Там, где глухо Вывозил он с того света Он держал удары духов Их снаряды И ракеты За скалу держась покрышкой Носового колеса Жизнью для него братишкам Выручал в беде десант И в пусках пустыни белых И среди таежных сосен В жизни нет такого дела Где б не нужен был Ми-8 Благородный добрый рыцарь Что великий путь прошел Металлическая птица С доброй русской душой Металлическая птица С доброй русской душой Ми-8 Задачу выполнить свою Выносит Надежность, мощь и простота Ми-8 Полвека в боевом строю И бросит В кругу несущего винта В кругу несущего винта Ми-8 Вот И сразу Ми-24 Совершенно другое дело Совершенно другие задачи Совершенно другое назначение Вот Потрясающий совершенно вертолет Вот Который восстанавливает Предназначение Вертолет Огневой поддержки Это подвеска И одновременно У него была возможность Перевозить людей Внутри корпуса Вот Этипаж Три человека Оператор Пилот И Борттехника Шесть человек То есть Шесть рук Шесть глаз Вот И Вертолет Ми-24 А наш пятнистый крокодил В такое место угодил Откуда можно Очень редко Выйти целым И варит сбоку дышака И ручка прыгает в руках И через пыль не видно Ничего в прицеле А наш видумый вот чудак Он все летает куяка Все норовит залезть Под наших нуров трассы А там внизу мотострелки Им долго думать не с руки Они забыли Позывные Папуасы А тут откуда ни возьмись Летит гранат сверху вниз Влупили духи Очень грамотно С верхушки И если б капельку точней И жить бы здесь Тебе и мне Пришел конец бы Нашей доблестной вертушке Но слава богу пронесло Мы помахали им крылом А ну давай в ответ В табло из блока Муров Вы извиняйте уж, друзья Нам не ответить вам нельзя Наш экипаж высокой воинской культуры Вертолет огневого прикрытия Чистит землю надежно от духа Вы нам только дымами ильтрастером Обозначьте, где сад, где вперед Площадное устроит накрытие После нас будет чисто и сухо Ну а что там случайно останется Пусть пехота Пусть пехота потом подотрет А там внизу проснулись друг Огневого прикрытия Пусть пехота Пусть пехота Пусть пехота Коммунальная наша квартира Пусть пехота Пусть пехота Он подобен настроенной линии Партитуру с листа незнакомую Отыграли красиво в шесть рук Из любой передряги нас вытянет Наш любимый Ми-24 Дорогой наш, дырявый, единственный Настоящий, проверенный друг Настоящий, проверенный друг Я же сам просыпаюсь, когда эту песню пою Конечно, я уже проследился Да, ну я сам вот тоже Понимаешь, афган вспоминается Да вот, да Ну я заканчиваю свое выступление Я хочу вспоминуть А можно там попросить не очень громко кричать, а? Зайка Можно девочек попросить не очень громко кричать на кухне? Пожалуйста Спасибо Дело в том, что мы совсем недавно проводили Фестиваль, посвященный Василию Денисову Вот на мне майка одета Я, к сожалению, не могу раздеться Если попросите, то раздет Замечательный был человек Василий Николаевич Денисов Снайпер Группы Альфа КГБ Из рода Орловых Денисовых Совершенно потрясающий, красивый мужик Который работал на заводе Значит, его отец служил в охране Сталина Вот, его дед Его там родственники воевали Воевали, в общем, всю свою жизнь Вот И, да, дядька его, значит Его назвали в честь дядьки Василия Который был Камыском во время Великой Отечественной войны И, значит, его сбили Он довел подбитый самолет до аэродрома Сел и умер Сгорел в кабине Вот Да, и вот А сам Василий Николаевич, он Значит, его взяли в ВДВ Причем взяли его в медицинскую учебку В которой людей учили Всему Вот стрелять Из всего Бросать гранаты Перевязывать людей То есть их учили всему тому, что учат ВДВ Плюс еще Быть Спасителем человеческих жизней Там он мог сложные операции на костях делать Что-нибудь там Кошмар Вот И Он вообще был снайпером по жизни Крайняя операция была в Буденновске Когда он стрелял по Завалил двух снайперов У товарища Басаева Вот И А потом он занимался песнями Вот мы с Михаилом Владимировичем Его близко знали Близко знаем Потому что он живой Я считаю Люди Барды не умирают Их убить невозможно Их можно только споить Да Вот Басилий Николаевич совершенно потрясающий человек Я помню, как мы с ним поехали в Артубинск Без гонорара вообще Просто так поехали И все Вот И там Я все время бегал Нас поселили в Люксе Я все время бегал За ними хабарики собирал Потому что они курили Где он курил Он там втыкал хабарик В лакированный стол Вот И Ну, конечно, пел он замечательно Писал стихи То есть это был классический Русский военный Вот Который воевал И пел Извините Я просто думаю, чтобы спеть такое В общем, ладно Мишка посвящается тебе Витьке Ваське Кузе И в общем, всем моральным уродам И себе тоже немножко Которые вместо того, чтобы сидеть дома И работать монадерами На фирме Значит, пытаются Смысл соединить с рифмой Вот И мучаются из-за этого Вот Но при этом Значит, еще продолжают Служить в Советской Армии Потому что люди, которые когда-то в ней начали служить Они будут служить в Советской Армии До самой своей смерти Товарищи Вот такая вот Загогулина Как говорил известный мужчина Без пальцев Который плохо играл в волейбол И плохо руководил страной Он гитару, как автомат Носит стволом вниз Он железные струны ее Вздергивает, как затвор Он на сцену идет так Словно идет в бой И, прищурившись, смотрит в зал Словно в нем ищет цель Он всегда начинает петь Тихо и не спеша Он не любит лишних идей Преждевременных звуков и нот Он подходит к главным словам Не ускоряя шаг Через логово минных полей Через трясину плет И, как вырванную чеку Он первый берет аккорд И бросает мелодию вниз На боевой курс И слова попадают в цель Точно и далеко Пробивая на вылет лжи Крашеную доску А вторую исполнителю Военного репертуара Ночью в 0-2-14 Входит в его судьба Лампочки усилителей Словно колонны фары И выражения нужные Чиркают по губам И ведет он в притихший зал Через замерзший саланк И в Тойоту, где духовский груз Всаживает свою злость И на Прохоровской стерне Он гасит горящий танк И бинтует плечо пацану Простреленному москвозь И не видя уже берегов Он тонет в черной воде Наблюдая в своих ночах Черно-белые сны И он судит своих врагов По законам людей И он судит своих друзей По законам войны А когда он закончит бой И гитару опустит вниз И последняя очередь нот Рикошетом уйдет в облака Он вернется с войны домой Тихо скажет, но все Жилка издувшейся голубой На ободранных в кровь в руках На ободранных в кровь в руках Автору, исполнителю Военного репертуара Ночью в 0.2.14 Входит его судьба Лампочки усилителей Словно колонны фары И выражения нужные Чиркают по губам Щиркают по губам Программа Батальонная разведка Продолжает свое триумфальное шествие По Российской Федерации 5 лет в этом году ей было Дорогие друзья Надеюсь, что мы продолжим И будет 6, 7 и 8 А сейчас у нас будет Михаил Владимирович Михайлов Перерыв мы будем делать, Миш? Перерыв